Этот ролик будет о празднике Пасхи в Литве. Литва это католическая страна и довольно-таки религиозная. И здесь праздник Пасхи имеет довольно-таки большое значение. Нас пригласили на интереснейшее мероприятие. Это детский праздник в Евангелистской церкви. Для нас это был очень интересный, замечательный, необычный опыт. Потом мы посетили католический храм, кафедральный собор на главной площади Вильнюса и посмотрели пасхальную службу там. А на следующей неделе я готовилась к православной Пасхе, пекла куличи и красила яйца. Смотрим, как это было. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, гости и друзья на нашем служении, посвященном празднику Пасхи. Наша молодежь, подростки и наши детки, как всегда, подготовили для вас праздничную программу. Не срадитесь слишком строго, мы старались. Давайте поклонимся тому, благодаря которому мы собраны в этом зале. Тому, кто изменил наши жизни и сердца. Христос воскрес! Воистину воскрес! Под watershed мне этот день И в нем могу, я рада ступеть Сака за небес и танцы гружить Я крикнула, ой, что это день Что это день Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, какая радость! Ночи больше нет! Бог вступил с народом в новый свой завет! Сегодня самый светлый праздник! Сегодня все поет во мне! Весенний ветерок проказник мне шепчет! Иисус живет! Христос живой! Христос воскрес! Улыбчивые лица! Христос воскрес! Мне машет лес! Вводят тряльясь птицы! Смотрю я в синь святых небес, Где он царит во славе! Христос воскрес! Христос воскрес! И он придет за нами! Христос воскрес! Воскрес, Мессия! Из бездны в небо нас вознес! О, дай Господь, чтоб мы ценили Тот подвиг, который слышал Христос! Аплодисменты! Еврейский народ из египетского рабства! Само слово Пасха означает пройти мимо! Ангел-губитель прошел мимо тех, У кого на косяках дверей была кровь Агенца! Вот такое пророческое значение имеет слово Пасха! Маленькая мечка, я иду за ним Узкою тропою Город Иерусалин Также дети ставили различные сценки Из Евангелия на тему библейских сюжетов Это тоже было очень интересно Все дети артистичные Очень хорошо выступали Пасхальная служба в Кафедральном соборе Проходила несколько раз подряд В разное время И также на улице стояли колонки И можно было слышать Речь пастора и саму службу И пение, оно играло и на улице То есть можно было, проходя по улице Услышать саму службу И стать ее частью Даже несмотря на то, что ты не успел Выпасть в храм Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так проходит служба в католическом храме А я также решила украсить квартиру Внести небольшой декор Посвященный празднику Пасхи Мне сейчас нравится то, что можно сделать Декор приуроченный к такому религиозному празднику Но сделать его современным, красивым Он в принципе просто радует глаз Может стоять там еще какое-то время Не только в день Пасхи А сейчас я буду делать формочки Для выпечки куличей Обычно я покупала эти бумажные формы Для выпечки куличей Но в Литве с этим проблемы Потому что католики не пекут куличи У них нет такой традиции Здесь можно в интернет-магазинах Приобрести бумажные формы Это стоит очень дорого И неоправданно дорого И я подсмотрела в ютубе ролик Как можно изготовить формочки Самостоятельно из пергамента И попробовала эту технологию Что из этого получилось Будет видно дальше Но забегая вперед Скажу, что мне не слишком понравилось Хотя в итоге куличи я испекла Поэтому можно сказать, что эффект был достигнут Вот такие формочки у меня получились В принципе, они выглядят довольно аккуратно Делаем тесто для кулича Я делала половину порции Которую обычно замешиваю Чтобы куличей получилось не слишком много Современный взгляд на праздники В том числе и на религиозные праздники Нравится мне тем, что можно Взять какие-то приятные тебе традиции Какие-то ритуалы выполнить Сделать это красиво и на свой вкус А не привязываться к каким-то уже устаревшим Или может быть для кого-то они просто классические Но иногда это меня напрягает Потому что я помню, как в детстве Моя бабушка целыми днями стояла у плиты Пекла какое-то невероятное количество куличей Делала глазурь Красила какое-то огромное количество яиц Луковой шелухой И все это было как-то очень занимало много времени И мне казалось, что это так трудно Но в итоге на деле все оказалось немножечко иначе И я уже несколько лет пеку куличи сама И не испытываю с этим никаких проблем Все получается отлично И у нас нет какой-то цели Сделать этого всего много Когда яйца стоят неделю уже в холодильнике Уже у всех отказывает печень от того, что ты ешь эти яйца без конца Сделал немножко 10-12 штук И этого вполне достаточно для семьи из трех человек Замешиваю тесто еще раз Добавляю изюм Я разложила тесто по вот этим вот самодельным бумажным формочкам И в качестве одной формочки я взяла консервную банку из-под кукурузы И выложила ее пергаментом Мне не сильно нравилась эта идея Но на самом деле в итоге получилось очень даже неплохо Этот кулич получился самый ровный Вот куличи уже готовы И видно, что две формочки из пяти Одна у меня уже сразу порвалась Я ее выбросила, когда еще тесто раскладывала Две формочки порвались И куличи немножко получились косые Но тем не менее Также у меня есть некоторые проблемы с изготовлением классической глазури И я решила купить готовую глазури Попробовать, что она из себя представляет Но, сказать честно, мне тоже не очень понравилась Сейчас она белая Потом она становится такой полупрозрачной И эффект не сильно хороший И приступаю к окрашиванию яиц Я окрасила яйца всеми только лишь натуральными красителями Берем краснокочанную капусту Можно ее абсолютно на глаз нарезать какое-то количество Чем больше берешь, тем концентрирование получается раствор И из краснокочанной капусты получаются голубые яйца Это очень красиво Доводим до кипения Немножко варим Буквально минут 5 Вот в одной емкости у меня синий этот раствор От краснокочанной капусты Во второй емкости это куркума Куркума дает очень красивый желтый цвет То есть чем дольше в растворе находятся яйца, тем более насыщенный получается цвет Достаем и видим вот такое очень красивое яичко голубое Я вытаскивала яйца в разное время Через полчаса после того, как опустила Через 2 часа Также у меня была идея Я хотела сделать зеленые яйца Очень много пересмотрела материала в интернете Как можно сделать зеленые яйца Вариант со шпинатом вообще не подошел И в итоге в одном из роликов я увидела Отличный лайфхак Нужно взять желтое покрашенное куркумой яйцо И опустить его в раствор чая каркаде И получается вот такой вот крутейший оливковый цвет Сейчас я делаю такие золотые вкрапления на голубых яйцах Я взяла поталь в магазине И просто ее нанесла с помощью ложки Вот такие вот у меня получились красивые яйца И вот такая вот у меня получилась композиция пасхальная на столе Также купила вот такие конфетки в форме яйца Они оказались, кстати, очень вкусные Вот так вот мы провели пасхальное утро Обязательно битва яичками Мне кажется, для детей это самое любимое развлечение Это стукать с этими яйцами Кто победит И поели кулича Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok